Здравствуйте, друзья! Мне исполнилось 74. Я еще не все сказал. Сейчас я вас познакомлю. Пол шутя вначале, потом по серьезней-серезе. И мы придем к выводам необычным, которые 100% противоречат научным, которые я считаю не научные, а псевдонаучные. Я считаю, что нас задурили. Нас делали из животных. Нам, в потомках, в предках, назначили мышей. Все это было полно серьезнее. Нам в школьном учебнике цитировали Сеченова «У людей нет души, и широкая общественность аплодировала этой книге. У человека нет души, рефлексы». А потом революция. А потом широкая общественность была расстреляна. Церкви были частично взорваны, сожрены, превращены в конюшни и в склады. Не пропадать же помещение. Вот так вот было. А сейчас мы начнем с простого. И вот так как я уже такую страшную вещь сказал, взрыв от Сергея, расстрел священников, нас лишили духовного существа. Мы, скоты. В роду у нас были мыши, потом крупнее, крупнее, крупнее. Потом пошли свиньи, приматы или кто угодно. Рыбы, да. Все это было. Но было и другое. И чем важнее открытие, чем оно нужнее и величественнее, тем оно проще. Вот. Дилетанты всегда делали новые открытия. Дилетанты. И примеров тому море. Давайте начинать. Все началось с самого простого. Вот смотрите, видите эту фотографию? Это моя рука Железова. Плод тоже мой Железова. Именно мой. Потому что его предки были в два раза меньше. Вот. И вот я получил письмо. Нет, оно не ругательное. Оно даже полезное где-то. Вот. Но прежде чем я его процитирую, потом буду объяснять. Поверьте, это будет интереснейшее. Вы попадете в удивительный мир прошлого, которым вы не знаете. Почему? Не объясняли в школе. Не объясняли. Мы потомки. Мы скоты. Понимаете? Это сейчас дает право убивать людей тысячами. Поэтому давайте-ка мы, друзья, дослушайте меня. Но, чтобы не быть... Так, сейчас я гляну. Идет ли запись-то? Вроде идет. Чтобы мне, Железову, не быть, так сказать, сильно грустным и не нагнетать, я начну с анекдота. А потом поймете, почему здесь нужен анекдот. Дело в том, что анекдот-то про логику. А дальше будет сплошная логика, но я вам предложу варианты гораздо честнее, гораздо правдивее, чем история, рассказанная в школе. Все эти выдумки, сказки о людях, животных. Слушайте сюда. Итак, идет человек, смотрит, сидит на лавочке его знакомой и читает с увлечением книгу. Ах, что ты там читаешь? Что за дозвание такое? Вижу, что тут слово какая-то логика. Но это же, наверное, неинтересно. Книга под дозванием логика. Да ты что, дружище? Да если ты познакомься с этой книгой, знаешь, насколько легче тебе будет жить. Да ты что, правда? Ну, расскажи мне, пожалуйста. Хотя бы пример приведи. Да, пожалуйста. Вот пример логики. Скажи, пожалуйста. У тебя аквариум есть? Есть. Так, значит ты рыбак любишь? Люблю. Ага. Ну тогда по логике ты же, наверное, как и рыбалку любишь, конечно, люблю. И на рыбалку, и всё. А раз ты на рыбак, то есть ты, наверное, и выпить-то любишь. Согласись, логично. Да, логично. И выпить люблю. Ну раз ты выпить любишь, тогда ты должен не женщин любить. Потому что, ну, знаешь, чем больше выпьешь, чем красивее женщин. Это же тоже логика. Да. Я женщин люблю. Ну всё. Вот, пожалуйста, вывод. Ты не педераст. Хую. Да ты что. Так просто, оказывается, можно вычислить этих самых. Да, можно. Интересно. Ну, спасибо. Пожал руку и пошёл. Идёт, думаю, так. Ну я, наверное, должен как-то проверить, правда ли это, не правда ли. Это логика. И вдруг встречает ещё одного знакомого. Подходит к нему и говорит, там, Вася, привет, привет. Слушай, можно я тебя расспрашиваю? Да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, у тебя аквариум есть? Он говорит, нет. А, ну, значит, с педераст. Так вот, чтобы нам не быть этими самыми, мы с вами сейчас начнём издаля. И мы же садоводы. Мы садоводы, мы не плоди. Так, поехали. ВК. Вы объясняете увеличение плодов и улучшение качества плодов у детей вашего манжурского педеракса. Затем, инфицированием, мы не будем даваться, друзья, что такое инфицирование, сейчас речь о другом, инфицированием культурных сортов крупноплодных абрикосов, причём даже по минимальному времени. Да, одной привыки хватает, это я говорю. А он не соглашается. Читаем. Я без специального образования объясняю это опалением вашего патриарха соседними культурными абрикосами. А кто бы спорил? И это тоже я согласен. Так вот, когда я это пытался объяснить, у меня море фактов вот таких вот, вот таких вот. Их у меня, наверное, уже 20-30, а может уже 50. То есть внезапное улучшение, внезапное увеличение не через тысячи поколений. Понимаете, не через тысячи. А сразу. А человек не соглашается, он не был в моём саду. Он не видел, ну ладно, серьёзный разговор, давайте я ничего пропускать не буду. Нажимаем, находим мой сайт, садсип, через тире, находим фотогалерею. А вот этого, большая часть вот этих плодов, особенно абрикосовых, они самые податливые. Так, их нет на планете. Понимаете, нету ни одного. И когда я говорю, вот это дерево, одно на планете. А вот это, одно на планете. А вот это, одно на планете. И это, одно на планете. Вот. Видите? Посмотрите, это единственный, что вроде сад, я не говорю, уже лучше, потому что его сравнить нечем. Его просто нечем сравнивать, понимаете? Ну вот. Подробнее в других фильмах. А сейчас я для чего это показал? Потому что это доказательство того, о чём человек даже не догадывается. Понимаете? Он даже не догадывается, что это есть на свете. Он сюда никогда не заходил. У меня много таких примеров. Слушайте дальше. Итак. Есть два варианта. Они классические. И его правда. Так. Опыление соседями абрикосами. Но дело-то в том, что у меня было никакого опыления. Увеличивались плоды. Скромные. Прививку сделал. Внедрил туда. Инфицировал. Крупноплодные гены. И увеличились в 2-3 раза. То есть я тоже имею право так уповедать. Видели эту самую фотогалерею? А ведь этого не может быть никогда. И тогда получается, что есть вариант его. Вариант просто опыления. Вариант опыления. Вариант прививок. И ещё инфицирование. Это когда привой подвой воспитывает. И делает его культурным. Всё замечательно. Но тогда возникает вопрос. А откуда у самых крупных? Где их родители? Ведь прошло время. Всего-навсего. Сейчас вам покажу. Держите. Застолье начинается. Вот. Но извините. Я начну так издалека. Итак. Пункт Б. Простая арифметика. Ложь официальной науки. Однажды. Якобы. 70 миллионов лет назад. Вот. Жила-была. Вот эта мышь. Вот она. Вот эта мышь. Вот эта вот. Которая на руке. Вот она называется землеройка. Ну понятно. Мыши землеройка. Это просто мышь. Вот. Теперь. Будьте внимательны. Лучший ученик. Школа номер 7. Города Норильска. Лучший изобретатель. Города Норильска. Ольги наносится. И прочее. Прочее. То есть. Мало не дурак. Вот. Который берет. И еще. Который любит. Самое главное. Что он любит. Это теория вероятности. Итак. Я взял. Для одноглядности. И не в свою пользу. 70 миллионов лет якобы назад. Появилась. Мышь. Не появилась. А вылезла наружу. Из-под земли. И. Превратилась в человека. Вот. Почему я взял и увеличил 70 тысяч лет. Я округлил до миллиона. Нет. Не так. 70 миллионов лет. Я увеличил до. Вот до такой величины. Смотрите. Видите. До 100 миллионов. Вот. И сейчас я. Вот эти цифры лукавые. Исправлю. Смотрите сюда. Итак. Получается. Что. 70 миллионов лет назад. Мышь вылезла из земли. Потому что была катастрофа. Динозавры. Которые жрали. Просто раскапывая землю. Маленькие такие. Зубасненькие. Вдруг исчезли. Вообще исчезли земли. Все. Что было на поверхности. Было уничтожено. И. Пламенем. И морозами. Вот. И вот мышь. Уцелела. И вылезла. И на ее счастье. Она была. Имела молочные железы. И мы имеем молочные железы. И вот тогда. Помните логику. Ты. У тебя аквариума нет. Ты пить раст. Я не зря. Этот фильм. Не зря этот. Самый. Анекдот привел. Получается. Если. Мышь была. Значит. Млекопитающим. И человек млекопитающим. Поняли. Значит. Мышь. Наш этот. Про. 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 Лет. Или про. Парабка. Вот. Так вот. Тогда. Я сказал себе. А давайте. Вот это принято. За основу. После. Преподают. Тысячи преподавателям. Миллионам. Студентов. Давайте. Возьмем. Все-таки. Ну не все же эти самые Лучшие ученики школы Как некоторые вроде меня Но не все Итак 70 тысяч лет Мы берем Округлили То есть 70 миллионов лет Якобы за 100 миллионов лет А вдруг наука немножко ошиблась Беру не в свою пользу Тогда я смотрю сколько клеток Клетки знаете что такое Клетка там Проходили в школе Это все знают Итак в организме человека 100 триллионов Клеток 100 триллионов Смотрим проверяем 1000 миллион Миллиард 1000 Миллион Миллиард 100 Нет все таки Вот так должно быть Не вот так Это должно быть Еще Еще Ага Вот сейчас 100 триллионов Да Я специально так Ищу Так сказать Чтобы меня проверяли Тысяча Миллион Миллиард Триллион 100 триллионов Вот Округлили Вместо 70 миллионов лет Которые мышь превращалась в человека Добавили Немножко Округлили Зато Другое округление Вот она мышь Считаем что У нее Ноль клеток Тут есть Миллиарды клеток Но это Это называется Счезающая Малая величина И тогда получается Уничтожаем Если вот эта цифра Представим себе Что мышь Рождала Каждый год И умудрилась Что ни разу Ее не съели За все Годы Вот эти Бесконечные За 100 Триллионов За 100 миллионов лет Не прервалась Цепочка Непрерывная И мышь Не съели И что она делала Она укрупнялась Чтобы стать человеком Вот видите Это уже Крупная мышь Это вот Когда есть такой Нужна быть вот такая Я не утрирую Вот Смотрим дальше А Возьмем Теперь Вот здесь Вот 6 8 Знаков Убрали Вот так Убрали Нет Ну давайте Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть 8 Нулей Убрали И здесь Убрали 8 Нулей Раз Два Три Четыре Пять Шесть Раз 8 Нулей Убрали Что мы Получили Мы Получили Когда Вот так Мы сделаем Оставшиеся Нули Вот этот Нуль Сюда Пересобачиваем Для Наглядности Вот здесь Сделаем Паузу Вот здесь Опять Пресобачим Заметьте Специально Это делаю Подробно Нудно Чтоб потом Не говорили Что я где-то Лишний нуд Перерисовал Итак Миллион Клеток Появлялось Каждое Новое Поколение Мышь Родила Мышь Миллион Новых Клеток Вот она Ребята Вот Но тогда А и постепенно Уже Укруглялась Укруглялась Вот она Уже С кулак Вот она Уже С кошку Вот она Уже С собаку Вот она Со свинью Размерами Да И наконец Она с человека Ну там 80 килограмм 100 килограмм И там Триллион 100 триллионов Клеток Смотрим Сюда Если бы Было Так Вот эта Мышь Увеличилась В размерах Ну прибавились Клетки В зубах Она зубами Грозет Зубы стали Крупнее Хвост Не нужен Ей Зачем Ты нужен Хвост Увеличивался Да Щеки Видите Вон они Щеки Увеличивались Да Желудок Увеличивался Лапы Увеличивались Когти Увеличивались Все увеличилось Она же Наверное Когтями Землю Родит Ну тогда Через 100 Миллионов Лет В 2027 Году Должна Была Быть Мышь Размером Человека Но Зубы Те же Хвост Тот же Все так же Но Размером С Человека Внимание Увеличиваем И уже Не на ладони Была бы А В общем Поняли И тогда К какому Выводу Мы приходим Как говорил Райкин Находясь В музее Дурят Нашего брата Почему Каждый раз Когда Этот миллион Вот он Нарастал За одно поколение Оно должно быть Постоянно Вылечиваться То есть Она жрет 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 Целый год Ну что-то там Злаки Что-то еще Жрет Это Увеличивается Но у нее Почему-то Клетки Чисто Специфически У них не бывает Замена Клетка Хвоста Имеет свое Особое Предназначение Клетка Зубов Своё Предназначение Клетки Расположенные В глазницах Своё Предназначение В лапах Своё Сердце Своё Всё своё Молочные Свои С чего Это ради Миллион Клеток Каждый раз Будет Это Да еще Специфически С каких Этих Ну Ведь это Сказка Сказка Самая настоящая И вот Когда я Вот это Вот посмотрел Прикинул Этому Самому Кносу Вот Я сказал себе Ребята Что-то тут Не так Тогда я Докучаю Ох Авторитет Вот И пункт Третий Вы же с этим Разобрались Была бы Вот такая Мышь Огромная Размером Человека Но она Не стала Размером Человека Она стала Человеком Ладно Теперь Пункт Третий Десять Тысяч Лет Назад Вот это Была Почва Вот Начинаем Разбираться С почвой Это Скучная Материя Но я Подведу Вас К результатам Таким Что Надеюсь Но не все Живут Сейчас Отключили Компьютеры Или там Эти Телефоны Итак У нас У нас Под таким Слоем Лично Я То что я Знаю Подтверждаю Лично Под таким Слоем Лумуса Идут Сети Самые Это Невероятно У нас А я 100 миллионов лет назад заметьте цифра совпадает 100 миллионов лет назад якобы было в море. Хорошо. А могло намыть гравия круглые камушки такого размера и в таком количестве. Вот его намывает, набывает море. Оно же имеет какие-то границы. Где-то по берегам плещутся эти самые волны. Обкатывают камушки, делают их круглыми. Но количество не соизмерилось в миллиарды раз больше, чем может накатать этот самый волна. Тогда я сказал себе, ладно, Хакасия неправильно. Мало ли что тут это. А давайте тогда посмотрим вот сюда. Давайте мы посмотрим вот сюда. Что я написал? Почвенный разрез. Фото. Нажимаем. Все подряд. Это гигантские просторы. И не только нашей страны. Потому что я когда нажал Африка, я увидел части с фотографией такие же точно. Я же нудный. Мне же надо знать про всю планету. Ну давайте смотреть. Что мы видим? Нижняя часть это что? Глина. А здесь торф. Это весь его даже плодородом назвать нельзя. Ладно. Сюда смотрим. Здесь внимание. Ни-м-а-ни-е. Нижняя часть глина. Это глина пополам с скальной породой. Вот выше скальная порода. Еще выше чуть ли не этот, чуть ли не асфальт. Если это и есть пару сантиметров, тройку, допустим, это и есть чернозем. Подокучаю по другим специалистам. Заодно за две тысячи в среднем нарастает гумов сантиметров. То есть здесь ну даже ну пусть бедная почва. Понятно. Ни с чего нарастать. Вот. Ладно. Идем дальше. Посмотрели тут. Здесь очень сложно рассуждать. Кроме того, что то, что я вижу внизу, это уже явно этот самый глина. Мы сейчас к глине подойдем. Вот. Смотрим сюда. Видите эти камни? Понят почти почвы. Все открытие наше впереди. Вот. Здесь посмотрели. Внизу глина. Линейка специальная. Вверху ну что-то еще может похоже на плодородный слой. Вот. То же самое. Что-то похожее. Видели? Смотрите внизу. Скальная порода. Глина. Откуда взялась глина? Открываем. Что мы читаем? Мы читаем осадочные породы. Это есть глина. То есть вначале была скала, потом начинает разрушаться. Воздействие влаги, воздействие солнца, перепады температур. И она постепенно размягчается, как-то стареет и становится глиной. Плодородный слой видели? Вспомним. В среднем 1-2 сантиметра. Посмотрели. Посмотрели. Вот она земля. Под землей смотрите. Весь слой вот этот плодородный. Там где много растительности. Там да, нарастает быстрее. Но опять же я уже определил. Примерно в среднем 10 тысяч лет назад. То есть 10 тысяч лет назад ни хрена тут не было. Не миллионы. Смотрите сюда. Очень жирный слой. Очень. Травы наверное полно. Возьмем Украину Гоголя. Лошадь вместе с садником полностью скрывалась в траве. Жирнючий чернозем, жирнючая трава высотой в 2 и может быть больше метра. Отсюда за эти 10 тысяч лет образовалось более более толстый слой чернозема. Ну и дальше почти без этих как сказать ну почти без комментариев почти. Ну что я скажу? Я что вижу то вижу. Вот это есть 10 тысяч этих. Ладно в других случаях можно сказать 5 тысяч может 6 тысяч лет. Уже вспоминаю Библию. Я уже караул я уже Библию вспоминаю. А как же так? А покажите где мне когда я вижу скалу я вижу что за 10 тысяч лет за 5 за 10 тысяч лет наросло вот всего лишь столько и не больше. Нету ниже жизни. Нету я скалу вижу. Нету ниже жизни. Понимаете? И не было. Это не из гумуса если верить науке образовался этот самый глина в таком количестве. И тот самый это я не догадался надо было показать. Короче то что я вижу сколько котлован это тоже озеро с карасями. Сколько я видел я видел проезжал там возле деревни Саянская огромный гигантский котлован с этими механизмами каждые 5 минут отходят грузовики с этим с гравием и копают копают нету дна не могут найти конца гравию нет такого что гравию надо отдельно глину отдельно один сплошной гравий и тогда я прихожу к нему что-то ребята тут не чисто еще показать вот сколько всего-то всего-то вот видите они же глина они же глина они же глина они же глина где жизнь после этого ну да 10 тысяч лет назад была последний легой период жизнь остановилась но под землей это должна была сохраниться гравий как же так а это же скальная порода превращенная в глину еще еще я же ничего не придумал я не выбирал ребята клянусь богом это интернет я не выбирал снимки которые мне лично подходят под мою теорию вот после этого еще 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 что дальше не было жизни не было тут мамонты недавно бегали что такое замороженное мясо мамонта которое собаки ели это же факт откуда они взялись когда 10 лет назад ничего на земле не было вот вам загадка идем дальше вот сейчас подходим это теплее 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 и так и так посмотрели и сказали дурят нашего брата не было жизни на это самое на земле животных травы позже 10 лет еще что я пишу еще один камень еще не вывод но еще один камень в гроб современной науки великая цивилизация была и ушла что нам оставил значит вначале я беру библию почему я беру библию как один из вариантов это самое цивилизация на земле что было и существует гигантское количество мегалитов вот они я взял только одну фотографию видите вот почему сейчас поймете сыны божьи увидели дочерей человеческих что они красивые брали себе уже на какую кто избрал поехали вначале я хочу вас познакомить с мегалитами вот мегалит мегалиты это нам нужно фото остальное мы сами догадались фото посмотрели итак часть из этих сооружений сделана тысячи лет назад десятки тысячи лет назад сотни тысяч лет назад и миллионы лет назад вот попробуйте проверить проверьте понимаете о чем лезть сойдет настоящий момент некоторые камни обработанные перенесенные на километры на десятки километров утверждают что ближайшая карьера сотни километров ни один кран поднять не может современный они больше тысячи тонн вот глядя на это нас продолжает дурить голову в каком плане итак итак мы наши предки всего десять тысячи лет назад всего потеряли хвосты потеряли растительность зачем нам шерсти мы и так проживем без шерсти климат тарайский вот мы без шерсти проживем и взяли в руки мотыгу начали садить зерновые шесть тысяч лет назад появились первые сооружения вот ну а потом уже бронзовый век медный век железный век это все несколько тысяч лет за это время человеком мозг увеличился в два раза ну и так далее а про то что была величайшая цивилизация подчеркиваю величайшая цивилизация которая оставила нам столько следов ну еще сто лет назад не знали Дарвин не знал не знали не знали это только сейчас любой человек может стать гением за несколько минут понимаете стать гением за несколько минут потому что такой фактуры не было никогда раньше вот и придумали ходит это орда она с ордой называли да вот идут по лесу жрут значит гусениц жрут червячков выкапывают из земли этих самых личинок дальше значит корешки растений вспоминаем обгрызает кору деревьев ну подходящее время года едят фрукты так ну могут и лягушку кушать и лягушку конечно и змею убить освежевать все могут и все жрали 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 было а вот а вот это что такое а смотрите в глаза была повторяю если это все внимательно изучите уже сами наберете фото мегалиты это все что вам надо знать поняли потому потому что это неспособно современное человечество была великая цивилизация я решил этой великой цивилизации придумать что я решил в великой цивилизации придумать вариант толкования именно этой самой Библии почему еще раз она была поняли она была она ушла и оставила нам что как примерно оставляют жены и детей а вы там выживайте как хотите сыны Божьи ну назовем кто хочет космонавтами пожалуйста кто хочет называйте сыны Божьи только они какие-то не совсем порядочные увидев дочерей человеческих что они красивы и брали себе жену какую избрал ну прилетают сыны Божьи или космонавты плосные мужики наловили этих самых ну то что было раньше вы знаете что было перед хомо сапиенсом неандертальцы правильно а жены какие там были ну конечно волосатые но не без этого но извините за выражение трахаться все хотят вот мужики же они же не могут без этого безбрачие отсутствие секса это болезни мужиков и женщин вот ну отвлекаться не будем прошлое время начали эти дочери рожать детей и до сих пор существует проблема доказательство существования инопланетной жизни это раз видите вот это раз наши краны не могут поднять вот а в 21 веке это была высочайшая цивилизация а теперь возьмем детей про жен сказали брали в жены человеческих дочерей а теперь про детей у женщин есть родовой проход через него проходят все дети из матки наружу ну я так говорю аккуратненько говорю головы не пролазит за все существование человечества которые подарили нам эти свои гены голова укрупнилась два раза страшные муки природах только люди испытывают раз вот если брать все годы пока существует цивилизованное человечество значит за это время миллионы женщин умерло при родах в муках дети умирали при родах дети появлялись часто я такие по жизни знаю такие случаи очень много детей появляется с родовыми травмами это не я придумал слово родовая травма они не пролазят пролазят с трудом сейчас современная вот сейчас только вот женщина еще одна девушка родила которую я знаю и помогаю ее разрезали а ребенок всего три с половиной килограмма мальчик а она она под два метра роста очень такая знаете крупная женщина а ей 17 лет кесаро в сечении возможно это спасло ребенка травм может ее и жизнь спасло но это слава богу 21 век но это доказательство родовой проход не соответствует мозгам как укропнились мозги раз про физику сказали про это про это сказали про организм и мозги увеличились много чего увеличилось зато появились дети которые там откуда прилетели эти самые сыны божьи намного меньше намного меньше так называемая намного меньше силотяжести мы имеем сейчас радикулиты артриты артрозы все только люди такое имеют вот это тоже доказательство значит биологические ритмы земными не совпадают это тоже результат того что мы гибриды гибриды между сынами божьими и неандертальцами получился хомо сапиенс и вот внезапно появился не найдете вы ни хрена в этих самых миллионных залежах ни одного черепа найдете вы это саблезубого тигра найдете этого пещерного медведя человека не найдете не было там его хомо сапиенса никогда свеженькое все это гибрид и что касается духовной части я закачивать буду сложилось так значит почти звериные почти звериные рефлексы у неандертальцев и у сынов божьих цивилизованных почти отсутствие желания убивать но получился гибрид вот один становится великим гуманистом другой становится убийцем с десятков сотен а некоторые миллионов людей вспомните Гитлера вот звериная сущность кроме людской не водится ага еще какая водится вот и вот тогда представляете Гитлер любил собак кошек да вот а сколько горя и вот тогда получилось что мы гибриды и сейчас мы постепенно начинаем дичать поняли почему дичать это это уже такой вопрос на который каждый из вас ответит вот я наверное буду заканчивать этот разговор еще раз мы гибриды это факт для меня неоспоримый раз в нашей степени есть духовность и зверские инстинкты они спасают последний кусок отдадут ребенку другие трупы едят чтобы выжить причем справа убьют этого человека а потом его это самое жрут его и то есть и то есть и очень плохо что человечество в целом этого не осознало с этого надо было а не Сеченова превозносить который сказал что человек это набор рефлексов вот и в школьном учебнике написано что у человека нет души он доказал а я вам доказываю наоборот душа есть только другое дело что не у всех вот или ты в папу или в маму а не дай бог когда и папа из зверенного племени и мама и такое бывает вот тогда родятся чудовище вот и гуманисты среди нас и чудовище среди нас и просто свиньи и другие направления помните я говорил что человечество делится на а рабов б работников в интеллигенцию г вождей и самое страшное когда случаются катаклизмы и погибают вожди природные и рабы становятся на место вожди с рабской психологии с рабской но это я рассказывал еще буду рассказывать вот и о том что когда-то был не женщина и мужчина вот когда-то был единый организм гибридный организм вот а потом уже делился на мужчина на женщина вот а это опять еще одна история я останавливаюсь или как затыкаюсь одно скажу школьные учебники подлость предательство они не развивают духовность пусть будут инопланетяне пусть будут сыны божьи что угодно только не эта мышь у которой как у нас есть молочная железа не эта мышь и не обезьяны которые в этой же цепочке черт бы побрал куда хвосты делись понять не могут куда делись хвосты у обезьян когда человек родился что однажды без хвоста родился с кем я беседую надеюсь с теми кто меня поймет все благодарю за внимание у меня давление поднимается сколько может детей из них животных делать без детей вот совсем рассказываем другие сказки что мы скоты до свидания друзья до свидания до свидания Продолжение следует...